Добрый вечер! Подожди, еще вишник, здесь будет появляться. Доброй ночи! Звук выключить. Доброй ночи! Здравствуйте! Я извиняюсь, что так поздно. Вас всех интересует вопрос. Все спрашивают сейчас, что-то происходит по поводу Майи с Лешей. Я вам расскажу свое мнение. Я мама Алексея Купина. Спасибо. Ирина Михайловна, с первых дней нашего общения, мы были с ней всегда, очень уважительно Ирина Михайловна ко мне относилась. То есть я человек нейтральный. Я пришла, ну, я прихожу до новых, когда мне приглашает Алексей в гости. И все ребята очень хорошие. Все ребята. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, Майя, даже лучше. Здравствуйте. Спасибо. Если ты мне это не дашь, все мы с тобой раздаваем. А я вас говорю. Вы задавайте вопросы, я буду отвечать. Только наличные, пожалуйста, не задавайте. Я по поводу Майи и Леши. Здравствуйте. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Ну, Леша любит Майю. Раз у них отношения, конечно, любит. Я вам расскажу, что я всегда отношусь к людям так бы, как бы я хотела ко мне. Так же воспитан Алексей. У него свое пространство, у меня свое пространство. И я только вот, я могу наблюдать. Если я нужна рядом, просят о моей помощи. Так, и Майя, Алексей. Я всегда, когда мне задают вопрос, я отвечаю. А так, я считаю, что мамы навязывают свое мнение. Наверное, так... Ну, как вам сказать, мне не обидно. Я не участник Дома-2. Вот спрашивают, вам не обидно, что к Майе плохо относятся участники. Я не участник. Я прихожу в гости. Я таких и не смотрю каждый день эфиры. Ну, понимаете, каждый человек такой, как он есть. Вот вы про Майя пишите. Я не могу о Майе ничего говорить плохого, судить о ней что-то. Я ее не знаю. Мы общаемся, когда видимся перед эфирами. Очень мало. Нет, я живу в Москве. Ну, как к Майе я уважительна. Я всех уважаю, правда, всех. Я вообще, ну, всех людей люблю. И стараюсь по своему примеру, так как бы и Майя меня тоже уважает. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы все очень хорошо общаемся. Майя, Ирина Михайловна, вне проекта все... Я не скажу, что какие-то есть. Я человек не... Я могу наблюдать, я могу слушать, но если есть мое мнение, я скажу его от себя. А за меня говорить мнение, да, вот как бывает пишут, негативные... Зачем? Я могу сама ответить. Нет, я не говорила, что Аляна лучше Майя. Я вам расскажу. Мы с ребятами не виделись долго, с Майей Алексеем. И когда я пришла, к нам, мы с Алексеем сидели, к нам приснилась Аляна. Аляна очень мило, тактично разговаривала. И с Майей мы вообще долго не виделись. И я сказала, так мило общается Аляна, я бы хотела, чтобы Майя тоже так разговаривала, общалась со мной. Так и получилось после такого разговора, все. Аляна очень мило разговаривала. Ну, каждый человек такой, как он есть. Я же не могу судить, как уважаю, это время покажет Майя сейчас в отношении к Алексеем. Но она еще не невестка моя, я с ней не живу. Я не могу ее судить, я ее не знаю. Я вам честно скажу. Поэтому, ну, я уже очень давно в Москве. И по Аляне тоже, извините, я не могу судить. Вы пишете, Аляна очень хитрая. Я никак не могу здесь. Ну, это, наверное, свадьба, когда у Алексея с Майей, это еще число и дату мне не обозначили, я не знаю. Потому что он все время на проекте. Спасибо большое. Ну, вы понимаете, когда идут негативные, мне очень некомфортно. И вот я со своей стороны даже не знаю, как сказать. Потому что, еще раз повторяюсь, со мной Ирина Михайловна и Майя общаются очень уважительно, очень хорошо. Поэтому я не могу судить. Я не знаю, подали ли мое заявление. Еще не могу вам на этот вопрос ответить. Спасибо вам тоже. Я понимаю, ну, я же не говорила, что Аляна там должна быть что-то. Вообще, во-первых, я, как Алексей, есть свои чувства. Он взрослый мужчина. Я никогда ему ничего не навязывала, понимаете. То есть, Аляна как Аляна. Они там все хорошие ребята. Правда, я могу за любого человека сказать. За Сашу Чернова, очень Александра хорошая девочка. Все хорошие. Так что, мне нельзя говорить, получается, что свое мнение, хорошие ребята все. И мальчики, и девочки. Привет. Почему-то я чучело. А почему вы так написали? А напишите мне, почему вы написали, что я чучело. Вот обоснуйте, пожалуйста. Почему вы позволяете оскорбление, но на это не объясняете? Спасибо. Да, я стараюсь. Я стараюсь максимально быть радостным и нести радость другим людям. Это правда. Спасибо. Привет, Ищелкова. Привет. Хорошие у меня к моей отношению. Когда мы с ней разговариваем, она что-то спрашивает, или мы просто общаемся. Все хорошо. Я бы вам честно сказала, я не буду скрывать. У меня, мне никто, лично меня никто не обижал, и не Ирина Михайловна, не мая. А если бы произошли, как сейчас написали, я чучело. Объясните. То есть, понимаете, за все нужно нести объяснение. Человек, который говорит, я объяснила вам, да, когда у нас с Алианой произошел такой разговор. Что просто из-за того, что я ей благодарна, она очень хорошо со мной общалась. Без лицемерства, нормально. И так и Майя со мной хорошо общается. Вот, я ее просто давно не видела. Просто в этот момент сидела и общалась с нами Алиана. И все. Но если бы я, там, по-другому как-то думала, я бы вам сказала, правда. Ну, Майя покажет себя, ну, посмотрим. И каждый человек такой, какой мы есть. Главное за собой смотреть и отвечать за свои поступки. Это, как бы, я считаю, мое мнение. Ну, Майюша доведет. Почему она доведет? Вот, я же, мы же все вместе, семья. Она же маленькая. Может быть. Поэтому я не знаю, как Дом-2. Не вхожу в новости и в их ней. Спасибо. Да, я трасть. И вам желаю всего лишь просто любить эту жизнь, всех людей вокруг, такими воспринимать, какие они есть. И все. Без эмоций. Ну, тут свадьба, чтобы состоялась. Как ребята решат. Я не могу вам сказать. Да, умные люди, это хорошо. Но нужно еще, помимо того, что мы умны, и уметь каждого человека воспринимать, как он есть. Правильно? Мягче. Уважительно. Или же вообще там, я считаю, лучше подойти и сказать, извините, мне, вы неприятны, не хочу с вами общаться. Хорошо? Спасибо. Мне правда очень приятно. Ну, я не понимаю, какой-то такой язык. Не понимаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень хорошо, Таня Вадимировна. Правда, такая хорошая. Да, без папы. Спасибо. Именно так приятно. Ну, так. Понимаете, так. Ну, я не знаю, честен Леша Смай или нет. Я, ну, не живу с ними третья, понимаете. И когда Алексей приходит домой ко мне, он практически, мы очень редко видимся, и он не садится, как девочка с девочкой разговаривает. Абсолютно нет. У нас есть свои другие темы, помимо Дом-2. И у нас очень мало времени, когда мы с ним видимся. Очень. И он больше, я создаю ему такую обстановку, чтобы он отдыхал, когда он ко мне приходит. Он может лежать, и возле него тихонечко, и я так счастлива. Каждая минута для нас большое счастье. А обсуждать, правда, ну, я бы вам честно сказала, искренне, что, ну, девочки это девочки, а мальчики это мальчики. И мы всегда с ним были. Даже вот когда он поссорился в последний раз, да, там что-то произошло, когда я была удивлена этими горшками побитыми, он приехал домой, и по его выражению лица, я поняла, что, ну, все, он покушал, мы легли спать. Поэтому, правда, я вам искренне говорю, что у меня с Алексеем, то есть, если он пускает мне пространство свое, задает, спрашивает, я отвечаю, а так, чтобы, ну, скажи мне, ну, нет. Я, ну, я так тоже не люблю, когда у меня родители очень хорошие, и так тоже. Ну, нет, ну, почему вы так пишете? Нет. Каждая, понимаете, каждая девушка, женщина, она красавица, правда. Просто каждая особенная. Ну, нету некрасивых, там, чучел, мучил, это персонажи мультяшные, правда же. А мы должны друг другу делать радость. Я очень люблю, когда, понимаете, есть душа у человека красивая. Все хорошие, красивые, правда. спасибо. И очень обидно, когда вот такие, ну, наверное, оскорбления идут до глубины, правда, очень. Ну, почему, мне интересно, я вам еще раз повторяю. Я, мы обсуждаем общее, но не, когда, если он меня не впускает в свое личное пространство, там, рассказывая, что у них с Майей, как там, что, почему, я должна его там трусить, у нас так не принято в нашей семье. Я не знаю, злая моя, со мной она не злая. Ирина Михайловна со мной нормально, мы с ней не одну минуту общались, она лично со мной, говорю по себе, свое мнение. Она очень легко мне никакого дискомфорта не вызывает, такого, чтобы я вам честно сказала, вы знаете, там, нет. нет, ну, не лучше Майи. Я не говорила, что Лиана лучше Майи. Я бы хотела, и после этого разговора Майечка стала, как бы, я не сказала, лучше или не лучше. Потом, послушайте, ну, я мама женского пола, Алексей, мужчина, у него отношения с Майей, и ему, ну, как, что значит, мне нравится или мне, что ли, что, я не понимаю вот таких вопросов. спасибо. очень приятно. спасибо передам, Ванечка. нет, и я вообще, опять же повторяюсь, тупой человек, это, наверное, деградирующий человек. это такое оскорбление, мне кажется, мое мнение, это сильно громко. И вам спасибо большое. Мне очень приятно, что вы со мной, что такие ваши теплые слова, приятные. Искренне вас очень люблю, и желаю вам тоже в душе всегда иметь радость, равновесие, гармонию с собой. И работа все время над собой должна происходить. Окружающие люди такие, какие они есть. Вот видите, в отношениях, да, 50 на 50. Видите, и Леша, вы пишите, и Майя. Поэтому отношения у всех складываются. Так сложилось, что наши отношения Дом-2, это как под камерами, все по-настоящему происходит. Вы видите, они ссорятся, мирятся, любятся. Это как у всех людей. Просто здесь пара, так, это искренне, правда. Рассорятся, значит, есть какие-то, ну, и потом мирятся, и любят друг друга. Это же, просыпаешься, бывает, да, и кажется, так, все, сам себя настраиваешь, чтобы было хорошее настроение. Они молодые ребята, они еще дети. Вы еще все до 30 лет, наверное, еще дети. И все, наверное, дети у родителей. Пока я родители живы, они дети. Но это лично я не буду. Я попросила, пока я с личным... секрет прост. Я вкладываю всю свою любовь в людей. И у меня есть индивидуальные занятия, я провожу с девочками и в парке, и мы занимаемся, общаемся. максимально я помогаю девочкам раскрыться. Понимаете, только физкультура, спорт и радость, настроение, оно помогает быть всегда, поддерживать организм молодо и красиво, и без всяких на кого-то обращать внимание, или на человека, вот так же любой человек может проснуться, да, и там, в каком-то настроении быть. Пойти нужно пробежаться, или просто растянуться, постоять, вот пять секунд, и вы сразу приобретете эту гармонию с собой. Конечно, в силу Майя и Леша просто в силу любой человек совершает, в силу возраста своих ошибки, заметьте, и взрослые люди совершают, а когда молодые ребята, заметьте, Алексей на проекте не позволил себе ни разу за полтора года никаких у него, у него только Майя было. Вы обратили внимание, как это очень ценно, ни с кем не целовался, ни с кем, у него только Майя была, понимаете, и это очень, мне кажется, уважительно, правда. Зубки отбелим, отбелим зубки, а у меня зубки не белые, спасибо. Замолчи, уйди, а чего, ну вы уйдите, извините. спасибо. Ирина Михайловна очень адекватна, она очень любит свою дочь, она у нее одна дочь, конечно, и всегда признает свои ошибки, да. Ну, жизнь и состоит из ошибок, правильно? Если не будет ошибок, как мы можем себя по-другому, как мы можем жить без... на ошибках люди и живут, если справляются или не справляются. спасибо вам большое, да, мне очень приятно, что вы все, я вижу, искренне переживаете. Добрый вечер, спасибо. И мне зубки отбелим, и подружкам спасибо большое. Ирина Михайловна уже, наверное, Маечка будет признавать. Может, так у нее, видите, тоже. Посмотрим, время все покажет. Только начали общаться, разговаривать, и я надеюсь, что у Маечки будет... Если есть любовь, то есть и понимание. Согласитесь, когда есть любовь. Спасибо большое. Спасибо. Да, уже поздно. Спасибо. Время, да, время все всегда показывает. Спасибо большое. Ну, мы не можем с вами судить, откуда мы знаем. У каждого человека своя любовь. Я не могу ничего сказать. Я очень мало знаю в мае, только вот по эфирам. И вот сейчас, в последнее время, мы выходили на тренировку. Когда приезжаем на съемки, то это мало времени на сообщение. Здорово. Конечно. Чем больше позитива, тем будет все... Будет всегда-всегда все хорошо. все зависит от каждого человека, конечно. Если он хочет... Отношения это работа. Спасибо. Таинская. Спасибо. Зеленые глаза, да. Зеленые. Спасибо. Я не могу ничего думать. Я не знаю этого человека, не общалась. Так, с первого общения хорошая девочка. Вот, как человек. к ней. Да, Рома Гриценко мне очень мама нравится. Такая классная. Там все такие хорошие мамы, правда. с первого общения. Да, буду жить. Пускай. Спасибо. Я не знаю, что взять из ума. вы еще не спите просто только приехала я не могу сейчас я не могу такое отвечать потому что алексей отношения с мая я не знаю как он будет женщины я не знаю спасибо в инстаграме вот я вам благодарна за вашу поддержку что вы такие у меня хорошие подписчики приятно очень и поэтому нравится быть в инстаграме нет ну не всегда без мая не проводят последние выходные они проводили вместе а так они очень давно потом они вместе ездили я при спорте спасибо вам тоже спасибо большое мне было с вами очень приятно пообщаться я вам желаю спокойной ночи любить любить будьте любили да я уважаю себя себя и вам тоже люби спасибо большое и и вы классная все такие классные все я вас тоже очень люблю всех правда очень приятно спокойной ночи и вам добрых нов спасибо вам что вы были со мной спасибо спасибоу до да 째